Всем приветик! Не удивляйтесь, сегодня мы будем говорить про орхидеи и ясельные группы, как я ласково называю свою малышню. И пока я буду рассказывать, с чего же все началось, я решила поддержать интригу. Вы послушаете мою краткую предысторию и полюбуйтесь прекрасным цветком гибискуса, любимчика моей коллекции среди мальвовых. Сразу хочу сказать, что я всегда придерживалась принципа купить как можно более взрослый экземпляр, орхидею размера цветения или НБС, то есть подростка, если была такая возможность. Но, конечно же, бывали редкости, недоступные у нас во взрослом размере и приходилось уже приобретать то, что есть и доводить до размера цветения. Малыши это, конечно, хорошо. За их развитием прикольно наблюдать, но согласитесь, нам же всегда хочется как можно скорее полюбоваться цветением вожделенной орхидеи. И не каждый орхидеист готов ждать 3 года, 5 лет, а может быть и больше. С этой орхидеей вы уже знакомы. Ее, конечно же, нельзя называть детским садом. Просто с нее все началось, и я решила включить историю о ней в свой рассказ. Это котлея триана семи альба на сип от Чинхуа. Моя орхидейная подруга делала профилактическую обработку осенью от клеща в своей коллекции, снимала кроющие чешуйки на котлеях и, приложив чуть больше силы, нечаянно отломала свисающую бульбу из горшка с наклюнувшимся ростиком. Эта передняя бульба была с хорошими корнями, конечно же, ее было жалко выбрасывать. Растение жизнеспособное, хорошее, просто его нужно чуточку подрастить, дать ей время. Триана была посажена в 9-сантиметровый горшочек и презентована мне. Растений у меня было мало, и я думаю, почему бы и нет. Подоконники полупустые, а времени у меня вагон. У меня был опыт выращивания котлеи из одной бульбы, это была давиана, не самая простая котлея, и я ее вырастила и довела до цветения. Поэтому я понимаю, что данному экземпляру просто нужно немного времени. К слову сказать, это первая моя триана. У меня никогда в коллекции не было этого вида. Прошло менее года с момента ее появления в моей коллекции. Первый прирост, естественно, не сильно крупный, но, честно говоря, я думала, он будет еще мельче. Сейчас она вновь тронулась в рост. Посмотрите, какой он красивый и загоревший. Я вынуждена была ее пересадить. Росла до этого триана в девятке. Рост пошел влево. И вновь вот сейчас она наклюнула почку с левой стороны. И если бы я не предприняла никаких мер, то данный рост очутился бы уже за краем вазончика. Корнеметрия она оплела весь субстрат, и мне пришлось брать более просторный горшочек. Но котлею я разместила так, чтобы ей на пару лет точно хватило этого горшка. Корней нарастила она очень много. И этот формирующийся рост уже должен быть явно крупнее предыдущего. Следующий экземпляр это котлея шрёдери. Наверняка уже все подписчики моего канала знают мою неразделенную любовь к шрёдери. Именно к колумбийке. И на тот момент я хотела приобрести именно колумбийскую котлею шрёдери. Вот эта любовь к бледнолицым цветам, как я их называю, она у меня какая-то особенная. В сентябре 23 года знакомая орхидейстка в разговоре сказала, что ей придется выбросить свою итальянскую котлею шрёдери, так как ее экземпляр заболел. Очень жаль. Растение в коллекции у хозяйки было довольно длительное время. Ни год, ни два, ни три. Неоднократно прекрасно цвело, с шикарными цветами. Она на момент разговора показала фото. Тогда у молодого прироста кроющая чешуйка была такая темная. Мы посоветовали, может быть, ее убрать, глянуть, что под ней. Ну и как-то последовал ответ, что все равно она почернеет. И владелица будет избавляться от этого экземпляра. Мне стало очень жалко, так как действительно цветок у данного экземпляра просто восхитительный, отличной формы. Она, конечно же, не бледная, а такого красивого розового цвета. В общем, она обалденная. И раз от растения собрались избавиться, я попросила выслать этот экземпляр мне. Поиграться. Вдруг что-то да получится. Котлейка на момент нашего разговора была политая. Какое-то время мы подождали, чтобы растение просохло. И когда я ее получила, то картина была уже другая. Это бактериалка. И, как вы знаете, она очень стремительная. Рост был на момент получения уже черный. Я вставлю фото. Это вот сразу после ее получения. Я всегда фотографирую свои орхидеи после их приобретения, чтобы был виден прогресс или, не дай бог, ухудшение. Очень удобно. Знаете, как у того доктора. Снимок до, снимок после. И понимаешь, какой результат, за какой промежуток времени ты получил. За все время увлечения орхидеями от бактериалки я потеряла 3 мощные котлеи, которые от меня были длительное время. Росли, цвели. Но мне их так и не удалось спасти. К сожалению. В лечении орхидеи я далеко не профи. Травить вредителей это одно, а вот все эти бактериалки, пятнистости и так далее, это все методом тыка, можно сказать. И, в общем, имея за плечами свой негативный такой опыт, я расстроилась. Наверное, не веря, что у меня что-то получится. Но я себе сказала так. Раз мне ее прислали, и это желанное мною растение, то я сделаю все, что могу. Ну, по крайней мере, я попытаюсь. А выбросить всегда успеется. Я убрала и этот черный рост, и бульбы пришлось удалять, так как эта зараза проникла в ткани. По резоме прям были видны такие темные пятна. В результате у меня осталось две задние бульбы. Переднюю я тоже оставила, но я ее не до конца зачистила, потому как срезать дальше было уже некуда. Там была спящая почка. А удалить я ее, естественно, не могла. Достала таблетку антибиотика, измельчила, сделала такую густую кашицу и замазала все срезы. Эти две полученные деленки сперва я даже не стала сажать. Просто поставила в пустой горшочек, потому что бактериалка она очень стремительная. И уже через пару дней, ну, максимум неделю, она бы могла уйти в архарай. Каждый день я подходила, смотрела, вроде бы пятен никаких нет. И, наверное, через недельку я посадила их в горшочек, хорошо закрепила, поставила на северо-восточное окошко и очень аккуратно увлажняла. Пить-то, в принципе, нечем. Корней живых у этих задних бульб не было. А бактериалка как раз стремительно развивается при высокой влажности. Слегка опрыскивала поверхность коры, не попадая на само растение, на срезы. Ну, по крайней мере, я старалась. Когда начало холодать, я перенесла горшочек с котлеей на юго-западный подоконник, где она у меня и зимовала. Стояла вторым рядом от стекла. Достаточно светло, тепло, без сквозняков. То одну бульбу я все-таки выбросила. А вот эти две задние меня очень удивили. Бульбы сдулись, но они не были похожи на таранку. Чуть позже я еще так и мхом немножко притрусила поверхность субстрата. Ну, все как я люблю. И в самых последних числах марта я увидела, что этот экземпляр пробудил почку. Вы знаете, моей радости не было предела. А еще она наклюнула от самой старой бульбы корешочек. И я поняла, что эта орхидея хочет жить. Вот за эти три месяца она вырастила такой рост. И от него посмотрите, какие пошли корни. Конечно, горшочек ей прям велик. Но честно признаюсь, я вообще не думала, что у меня что-то получится. И сейчас каждый раз, когда я беру ее в руки, боюсь увидеть какую-то черноту. Потому что бактериалку я очень боюсь. А эту котлею я совсем не хочу потерять. Но пока что полет нормальный. Ростик будет, конечно же, небольшого размера. Сейчас еще жуткая жарень стоит у нас. Солнце смалит, влажность низкая. От пересвета вот даже бульбы желтоватые. Такой желтизной. Ну, ничего. В общем, скрестила пальцы. И верю в то, что у меня все получится. И я через какое-то время тоже буду любоваться ее роскошным цветением. И, конечно же, буду делиться с вами новыми сюжетами. А вот этот экземпляр – это прям настоящие ясли. Собственно говоря, почему же ясли? Как воспитательницы, няньки за малышами глаз да глаз присматривают. Так и я с этой группой растений. Они все нуждаются в пристальном внимании. Ежедневном. Нельзя полить им и сказать «Все, ждите, через неделю еще загляну». Нет. Это ежедневный осмотр. Чтобы не жарко, не прямое солнце, не пересушил, не перелил и так далее. Наверное, отсюда и результат. Так вот. Это тоже котлея шрёдери. Аскура. Очень темного окраса. Короче, настоящий скарб. Орхидейная подруга приобрела японское растение на выставке. И вот при пересадке, вероятно, это посев, вот такой малыш затусовался в горшочке с ее подросточком. Действительно, у этого мосёпы отличные родители. Название клонов я подпишу в описании к видео. Этого малыша она посадила в самый маленький горшочек и привезла мне в подарок. Показываю его вам на момент получения. Это одна бульба и наклюнувшийся ростик. Корешки в горшочке сквозь стенки не просматривались на момент получения, а на поверхности зеленел один. Но насколько он был длинный, я не знаю. По крайней мере, сквозь стенки горшка, повторюсь, я его не видела. А горшочек тут совсем небольшой. Само растение должно быть хорошей селекцией. Не знаю, может это 3N, 4N. Но вот лист просто пластиковый, толстенный, плотный. Цвет прям такой насыщенно зеленый. Несмотря на жару, у всех моих котлей сейчас желтизна на листьях от пересвета. А эта совершенно другая, хотя стоит первым рядом. Повторюсь, он как будто искусственный. Вы знаете, этот малыш так быстро тронулся в рост. Я заглядываю, конечно, каждый день и вроде бы все так на месте, мне кажется. Но вот за этот короткий промежуток времени, глядя на то, какой я ее получила и какая она сейчас, я могу сказать, что она заметно подросла. Ростик был очень толстенький, он оказался двухлистный, но для малышей это не редкость, так часто бывает. Рост еще совсем небольшой, но он тут же выдал корни. Я их уже вижу у стеночки вазончика и на дне просматриваются, так что шустрый малый. Опять же нужно время, но оно так быстро летит туда-сюда и, надеюсь, я когда-то буду любоваться ее роскошным цветением. И еще одна ясельная котлейка, с которой я вас сегодня познакомлю, это моя давняя хотелка-мечталка. Она была у меня в коллекции, но я так и не дождалась ее цветения, к сожалению, хотя растила много лет. Это колумбийская Мегера Фейль Семи Альба. Все та же подруга презентовала мне эту бульбу. Очередной раз разговаривая по телефону и обсуждая наши коллекции орхидей, подруга говорит, блин, пересаживала котлею, хотела хвост пододвинуть максимально к самому краю горшочка, чтобы было больше места для будущего прироста. Прижала задней бульбой к краю вазона и эта бульба хрустнула, отломалась и что же теперь делать? Я посмеялась, говорю, ну как что, у тебя же есть подруга, уже опытная в этом деле, высылай. Посмеялись мы обе, но я с презентом. Эту бульбочку я получила 4 апреля этого года. Ставлю коротенький такой ролик, который я снимала сразу после получения, до ее посадки. Это была задняя бульба, еще вендерская и, естественно, без корней. Почка была всего одна, она живая, но плоская, то есть в рост она трогаться вообще не собиралась. Опять, почему бы и не попробовать. В колумбийском прайсе есть градация в ценовой политике на Рафаэле, есть растения более дешевые, а это как раз из дорогих. И он приехал дивизионом, не подросток, поэтому эта семиальба должна отличаться хорошим качеством цветка. Осталось ее вырастить и, конечно же, зацвести. Многие вот такого рода деленки помещают в какие-то боксы, теплички, намок с фагнум, чтобы было очень светло и очень влажно. Там влажность порядка 80-90%. У меня немного другой принцип, как вы видите. Я все предпочитаю сажать стационарно, чтобы потом не приучать из тепличных условий, комнатным, с очень низкой влажностью воздуха. Это другой субстрат и, опять же, возможно, потеря корней и так далее. Хочет жить, вот тебе условия, посадка, укореняйся, пожалуйста. Ну, конечно же, задняя бульба это не передняя, в ней однозначно нет такого потенциала. Но, повторюсь, попытка не пытка. Первая сложность, с которой я столкнулась, это была ее посадка. В горшочке с корой мне так и не удалось ее закрепить, эту бульбочку. У нее нет корней и сама бульба, она одна. Как я ее не прикрепляла к опоре, размещаю в горшке, она то выпадает, то болтается. В общем, это никуда не годится. Поэтому не смейтесь, я соорудила вот такую конструкцию из подручных средств. Саму бульбу я примотала к кусочку плинтуса, он из пенопласта. Этот пенопласт в нескольких местах я продырявила и прикрутила к пластиковой бутылке. И вы знаете, она прям намертво там стала, хоть вверх тормашками переворачивай, бульба не шаталась. На дно бутылки положила буквально жменьку архиаты и поверхность прикрыла толстым слоем чилийского мха. Разместила эту конструкцию на юго-западном подоконнике в гуще растений и регулярно опрыскивала поверхность мха. За счет вот этих бортиков у бутылки с обеих сторон влажность сохранялась все же чуть выше, чем в комнате. Это, конечно же, не тепличка и тут далеко не 80-90%, как вы понимаете. Но, тем не менее, она несколько выше. И вы знаете, к моему удивлению, вот эта почка, она очень быстро стала надуваться. Пить, конечно же, растению нечем, корней нет. Сама бульба, вы видите, очень хорошо сдулась, она стоит с такими ребрами. Лис тоже мягковатый. Но за три месяца мне удалось вырастить вот такой ростик. И на сегодняшний день я уже вижу четыре корешка. Один длинненький растет по поверхности субстрата. И три просматриваются через стенки этой бутылки. Тут и на дне в коре. Да, я забыла сказать, что перед посадкой, конечно же, для стока воды я проделала отверстие на дне бутылки, чтобы все стекало и там не образовалось болото. Подумываю о том, чтобы ее уже посадить стационарно в горшочек с корой. Ну, не знаю, наверное, подожду немножко, чтобы чуточку длиннее она эти корни нарастила, потому как закрепить одну бульбу в горшке будет очень сложно. А если она будет шататься, то активные кончики быстро закуклятся, и я сделаю только хуже. Вместе с Рафаэлем мне подарили хвост из ювенильных бульб котлеи шелерианы цирулеи. Вот она у меня не пошла, к сожалению. Бульбочек хоть и много, не одна, но пучку она так и не дала. И постепенно она так начала уже усыхать, сама себя ест, бульбы желтеют. Так что не все растения удается вытащить, если можно так выразиться. Но все же процент большой, как вы видите. Ну и напоследок покажу Давиану Аурею Розиту и Лелию Парапебу. Розиту совсем недавно показывала, тут все без изменений. Маленький горшочек, она крошка, поэтому к ней у меня тоже повышенное внимание. Но тут с корешками все окей, поэтому прям каждый день я к ней не заглядываю. Но просыхает она очень быстро. И, конечно же, до цветения здесь не один и не два года. Ну и Лелия Пумела Цирулея Парапеба. Это подросточек, с корешками все окей. Но также она растет пока что в 5-сантиметровом горшочке и очень быстро пересыхает. Рост нуждается в пристальном внимании. Покупала я ее в октябре. Было 2 бульбы и рост. Зимой этот ростик хорошо шагнул, скажем так. Он получился очень высокий. Весенний рост вообще двухлистный. Он чуточку крупнее предыдущего. И сейчас смотрю, вот опять наметился новый рост. Так хочется цветочков. Но ничего, уж ей до цветения не так долго, как всем показанным предыдущим. Потому что этот вид довольно компактных размеров. И надеюсь, в скором времени меня порадует. Все, ребята. Наболтала я ну очень много. Ролик получился слишком длинный. Спасибо, что досмотрели его до конца. Со всеми обсуждениями жду, как всегда, в комментариях. До встречи в новых эфирах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok